так приветствую вас на своем канале кирменбай и в этом видео снова опять буду снимать про пассат b3 смысл видео будет том как разобрать или как достать приборку от пассата b3 не снимая руля все там пассатоводы блогеры которые снимают видео про оборудку вот эту они все не то что рекомендуют обязательно говорят снимайте руль в иначе не достанешь да легко она достается просто нужно знать некоторые нюансы но они как всегда привыкли все делать через жопу как к примеру я делал видео про печку я снимал печку и все блогеры которые снимают видео про пассаты b3 обязательно говорят нужно снимать полностью панель нужно снимать руль там чуть не пол машины нужную их разобрать чтобы достать печку примеру я печку своими руками этими снимал менял радиатор реставрировал все заслонки ничего я не снимал руль к примеру и эту часть оборудование оборудки вот это все приборные панели я ничего не трогал снимал здесь вот ровно где его рукой очертил вот здесь эту сторону я открутил эту часть снял от печки и ну здесь все подключил магнитолу поснимал поднимал одной рукой вот эту панель всю вверх и доставала чудо печку все прекрасно выходит зачем этим старым дедам я не знаю как их там назвать я не знаю зачем они все эти руль руль и достают все аккуратно достается они мне там пишут комментарии страшные ужасные да я там все делают чуть не через жопу я считаю что они делают все через жопу зачем все разбирать и показывать это простому человеку который будет делать это первый раз лучше сделать меньше открутить и потом все собрать чем потом человек будет думать блин а как это все то собрать все разобрал полностью панель снял снял рули половину пластмасс переломал зачем это делать если можно просто открутить вот эту часть достать печку поменять радиатор и все назад закрутить куда будет проще и куда будет быстрее по времени не к примеру завтра ехать на этом автомобиле они мне видео растягивают целый ремонт чуть не на три дня ну конечно если им дедам этим старым нечего делать да там можно и целую неделю разбирать и по целой машине а я ищу такие способы и методы разбора что можно было быстрее проще человеку ты сделать так что и в этом видео и опять же буду проще все показать как достать вот панель приборов данный видеоролик затянется он возможно на три части не знаю буду смотреть первую часть я буду снимать как достать эту приборку панели дальше буду показывать как поменять лампочки не только поменять просто лампочки а поменять примеру на светодиодный чем можно заменить примеру я например не знаю где до подсветки можно купить данные лампочки но алиэкспресс конечно нам всегда может помочь но это занимает слишком много времени на доставку дальше объясню почему могут быть не работать наши приборки примеру на топливо на температуру объясню да возможно порежется это все на три видео для того чтобы все могли бы посмотреть и понять от чего и почему могут не работать данные там датчики на топливо как я уже говорил и так далее по поисковым фразам в ютубе ну и не только в youtube все погнали разбирать как так короче первое видео у нас будет как разобрать вот эту панель начинаем с мелочи что нам по кругу мешает все это мы отняли все осталось мы будем вынимать вот кстати вот отсюда мы все это и вынимем без проблем и ничего даже не сломаем поверьте ну а первую очередь нам нужно вынять тросик с под капота погнали так вот мы находимся под капотом вошна вот наш идет тросик на спидометр заходит в эту резиновую вставку и пошел как его нам достать нужно его конечно вы наверное не увидите его нужно приподнять приподнять и потянуть на себя там таком пазике он сейчас его достану а потом попробую показать вам так он вот наша все видите видно по пальцу который держит нашу пластмассовую вставку и держит тросик чтобы он не вывалился его просто вон ту белую вставочку приподнимаем вверх и второй рукой вытягиваем короче догадаетесь легко все вытягивается и также заставляем ничего тут у сложного тоже нет первым делом он нам нужно открутить и здесь шурупы с двух сторон совсем просто отключиться я считаю все доступно конечно у кого такая гигантская рука возможно и будет сложно что тут за шуруп то длинный шурупы все слаживаем не вот второй шуруп который закручен довольно сильно довольно сильно и фаным бабай так уже мех аккуратно они у нас разные кто-то их уже раздолбал если мешает рукоятки можно опустить вниз к примеру наша боковая панелька вышла вот она все уже в руках дальше дальше у нас здесь шуруп один и с другой стороны такой же упасть как у меня но мне повезло я один словил еще такой же возьму потоньше отвертку как его достать вот одно что неудобно достал вот он его достал это хорошо это хорошо дальше что мы делаем шевелим опускаем вниз тросик у нас освобожденный напоминаю что видео у нас идет снимаю как достать приборную панель спасать и бы третьим не снимая руля вот короче эта штука там стоит нужно и крутнуть против получается часовой стрелки наоборот короче куда покрутиться туда и крутите ой аварийка у нас включилась так ну что смогу этот одной рукой дальше и не сейчас нам нужно вытянуть фишку вот смотрим это ровно руль поставили все прекрасно достается вот наша фишка все фишку достану желательно конечно было бы аккумулятор отключить вот фишка моих руках и смотрите все моя приборная панель уже в руках я думаю ты без проблем все круто достается а вот так вот а то некоторые там пишут и не знаю может такого руль не такой как у меня ну почему все пишут там снимают блоги такое дело нужно руль снимать по другому никак он наш тросик положу эту нашу приборную панельку вот тросик который вот вышел туда то мы опять назад очень круто он войдет с помощью вот этой нашей пластмасс который мы открутили принципе первое видео вот я на этом я останавливаю будет там коротким длинным хейтеры пожалуйста пишите там всякие гадости если вам это надо всем спасибо за просмотр всем всего хорошего подписан на канал чтобы не пропускать дальнейшие видео такие видеоролики с разбором панельки с ремонтом данные панельки все буду объяснять разъяснять то что сам знаю если что-то я говорю неправильно там поправляйте меня обязательно комментариях всем пока пока